Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Добрый день, добрый вечер, шаббат, шалом. Вы на канале Евангелие в последнее время и с вами Игорь. И мы благодарим вас за всю вашу поддержку, которую вы оказываете в миссионерской части служения Евангелия в последнее время. К сожалению, я не имел времени, чтобы записать видео за вот этот период, но вот сейчас, правда, уже поздно у нас, но у меня есть некоторое время, поэтому на сердце лежит записать одно видео. И в этом видео мы продолжим говорить о ситуации в Америке, в стране, в которой я живу. Мы немножко коснемся вопроса и протестов и посмотрим, как это соотносится со священным писанием. Я буду излагать свое понимание, свое мнение, поэтому вы, пожалуйста, всегда молитесь. Да, я излагаю свою позицию так, как я вижу, прав или не прав, я не знаю, но это то, что в моем сердце, и я хочу поделиться. А вы молитесь. Нам всем нужно молиться. Почему? Потому что время действительно последнее и время очень тяжелое. И в первую очередь нам нужно молиться о том, чтобы остаться верными Господу Богу нашему, Иисусу Христу. Живя в святости, доверяя Господу нашему. Почему? Потому что это великое благословение для каждого из нас. И мы посмотрим на ситуацию в этой стране, которая складывается после смерти этого чернокожего человека по фамилии Флойд, а также в связи с пандемией, которая продолжается. Эта ситуация или даже уже ситуации, которые возникли не только здесь в Америке, но во всем мире, они не случайны. Почему? Потому что видна искусственная рука, по крайней мере, в использовании и в вопросе вируса, и в вопросе вот этих протестных акций, которые немного потихли, но продолжаются еще здесь в стране. И думаю, что это только начало. Я понимаю, что в Америке очень много проблем, и мы о них тоже сегодня поговорим. Почему? Потому что страна, которая в какой-то мере, я не хочу сказать, что это христианская страна, но эту страну строили не только масоны. Эту страну также строили и христиане, и немало. Но, к сожалению, с течением времени, да, и из-за греха, и из-за либеральных позиций, законов, много всего, что произошло за эти несколько сот лет в этой стране, Америке, к сожалению, Америка отошла от Господа. И Писание говорит о том, что кого Господь хочет наказать, Он забирает разум. За 21 год, даже больше, служая Нимис, нескому на улицах, мы это видим. К сожалению, но это так. Я сейчас не хочу говорить вот только Америке. Мы это видим по всему миру. О Европе, ну, наверное, уже не нужно говорить много о Европе. Мы видим, мы понимаем, что там происходит. И, конечно же, с одной стороны, даже если взять вопрос беженцев, да, нужно помогать, да, нужно принимать. Но, с другой стороны, я вижу это как наказание от Господа для либеральной Европы. За то, что Европа стала либеральной. И, к сожалению, они полностью отошли от ценностей, именно библейских, христианских ценностей, достаточно давно. И вот то, что Господь заслал туда беженцев, да, или так называемых беженцев, я считаю, что это наказание для Европы за то, что Европа объявила войну. Ну, как не парадоксально звучит, но Европа объявила войну Господу. Это они думают, что объявили, да, говоря о демократии, о ценностях. Но события будут развиваться очень быстро, скоро. И мы увидим, я верю, что будем свидетелями, если Господь сохранит нашу жизнь, мы будем свидетелями последних этапов истории рода человеческого. Почему? Потому что знаю, что Господь грядет. Тем более нужно просить больше мудрости у Бога, чтобы понимать, что происходит в это последнее время. Да, очень много людей также злорадствует насчет Америки, ненавидят даже эту страну. Да, это этот мир. И мы знаем, что для христиан царствие или дом родной – это небесный дом. Это царствие Господа Искупителя нашего Иисуса Христа. Но Господь также в Слове Своем, в Писании, говорит о том, чтобы мы были добрыми, хорошими гражданами и подчинялись тем законам, в странах которых мы живем. Конечно, если эти законы не идут против закона Божьего. И Америка вот за все мое время – это действительно страна, где хоть какое-то достоинство сохранялось, в отличие от многих стран. Я сейчас не хочу их называть, потому что в основном, больше всего на Америку злорадствует из одной страны. Хотя мы видим, что в мире Америку не любят, но на то есть и духовные причины. Но в основном кто не любит эту страну? Ну, не любят, допустим, мусульмане. Почему? Потому что Америка поддержит Израиль. То есть это понятно. Не любят также и в России. Достаточно много злорадства идет из России. Там другая причина. Я не хочу говорить о том, что Америка, она вот такая страна, отличается от России или от Израиля, от любой другой страны. Мир этот есть, этот мир. Здесь вы не найдете в этом мире справедливости, библейской, Божьей справедливости. Нету здесь. Это мир греха, к сожалению. Но есть страны, в которых и продолжают жить христиане. Где-то их больше, где-то их меньше. Есть страны, где законы все же стараются соблюдать. А есть, где нет. Поэтому, если мы возьмем Америку, то здесь все же еще законы стараются соблюдать. Хотя и здесь есть коррупция и все, что угодно. Здесь тоже есть. Но, к сожалению, из-за греха и из-за игры в демократию, так называемых либеральных ценностей, а также из-за гордости, из-за желания властвовать над другими, это тоже большая проблема Америки. Мы видим сегодняшнюю ситуацию в этой стране. И вот этот взрыв, начало вируса, начало пандемии, карантин. Американцы, которые не привыкли к такому положению вещей, потеря работы, депрессионное состояние. Я сейчас говорю о неверующих людях, хотя, к сожалению, у многих верующих людей также впали в уныние. Вместо того, чтобы больше молиться и больше борствовать и своим примером показывать истину, направлять на истину, то есть на Иисуса Христа. И цель многих наших людей, которые приехали в эту страну из бывшего Советского Союза, не для того, чтобы продолжать жизнь, верную жизнь в Иисусе Христе, как свидетелей Христовых, а для того, чтобы просто иметь материальное благополучие. И вот эта сегодняшняя ситуация, она очень ярко показывает многих из наших, скажем, русскоговорящих или украиноязычных, или кого угодно. И вот этот социальный взрыв, и вот мы видим, он вылился после того, как вот погиб этот человек по фамилии Флойд. Эта проблема не новая в Америке. Мы видим, что много-много лет назад и в Лусажелсе были сильные протесты, и раньше были. И вот эта проблема, которая... Ну, она есть, она есть. Расовая проблема, она есть. Я против всякой расовой дискриминации. Тем более, как христиане мы знаем, что в Господе нету разницы, кто бы ты ни был. Мы братья и сестры. В Господе нет национальности. Но мы видим также, что в последнее время эта проблема муссируется, ее искусственно накаляют для того, чтобы столкнуть белое и черное селе. Хотя в Америке живут не только белые и черные, есть и желтые. Есть люди разной, в разной национальности. Но я вижу здесь искусственное вмешательство. Почему? Потому что должно это произойти в этой стране. Конечно, Бог накажет Америку. Он не только Америку накажет. Сказано, кому больше дано, тот больше будет и отвечать. Я не хочу называть страны или народы, игроками. Но каждый имеет свое предназначение. Каждый, если хотите, да, имеет свою роль. Есть страны, которые имеют большую роль. Есть страны, которые имеют меньшую роль. Например, такие страны, как Россия, Америка, имеют немаленькую роль. Я сейчас уже не говорю об Израиле. Вроде маленький народ, маленькая страна. Но Израиль имеет самую главную роль. Потому что Израиль является сердцем всей вот этой истории. И несмотря на то, что многие считают, и в какой-то мере они правы, что базис нового мирового порядка это из этой страны, из Америки. И сейчас мы не будем спорить о том, является ли Вавилон из 18 главы Откровения Америки, или это Ватикан. Да, сказано о городе. Я понимаю, что духовно, да, Ватикан блудница. Совершенно явно. Но там сказано о городе. Правда, споры здесь, семь холмов. Ну, вроде Америка не построена. На данном случае примеры город Нью-Йорк как олицетворение этой страны. Хотя семь островов, да, включая Магаден, да, вроде считается семь островов. Но не всем. Но не семь холмов. А вот такие города, как Москва, такие города, как Ринь, даже Константинополь, Истанбул. Да, семь холмов. Но мы сейчас не будем спорить об этом. Я, например, продолжаю считать, что 18 глава говорит именно об Америке. 18 глава книги Откровения. Потому что Америка и жила себя. Я хочу смотреть на эти вещи духовно. Кто-то сказал, ну, как это так? Америка не может мешать Антихристу. А я все же считаю, что Америка мешает все же новому мировому порядку. Как бы парадоксально это не звучало. Потому что действительно, если мы посмотрим тайные общества, самые сильные масонские организации, они здесь. они в Америке. Как это будет происходить, я не знаю. Я не могу детально поделиться событиями. Но с этой страной должно что-то произойти. Почему? Потому что базис нового мирового порядка должен быть без Америки. Без Америки. Поэтому мы видим все эти события. и связанные с вирусом, хотя это по всему миру. Протестные акции, хоть это тоже по всему миру практически мы видим, что это все организовано. Я не хочу сказать, что там специально убили Флойда. Нет, конечно же. Но используют эту ситуацию. То же самое, как используют ситуацию с вирусом. Конечно же, хотя с вирусом больше вопросов, чем с этой ситуацией. Но видно, что идет очень сильная атака. Практически уничтожает эту страну. Во-первых, безработица страшная. Люди очень злые. Далее из этих событий мы видим какие-то парадоксальные действия даже многих, многих людей. Я считаю, что тот полицейский заслуживает по закону самое суровое наказание. Но то, что сейчас происходит, то, что многие люди, скажем, белые люди, я не хочу вот так подразделять белые и черные, но если так посмотреть, то оно так оно и есть. Белые люди становятся на колени, просят прощения у черных за время рабства и так далее и тому подобное. Но вот эта ситуация, которую мы видим, видно то, что Бог забрал просто разум у людей, потому что Бог будет наказывать. Проблема с черным населением она всегда была. Если вы любого спросите, самого святого христианина верного, хочет ли, чтобы он жил вместе или рядом, там, где живет чернокожее население, он скажет нет. Почему он скажет нет? Потому что, к сожалению, в этих районах, где черное население, практически, ну, преступность больше всего, наркомания и так далее, то есть, все эти вопросы мы прекрасно все знаем. Хоть у меня очень много друзей чернокожих и христиан, я их очень сильно люблю. Но по правде все мы стараемся все же жить немножко подальше от них. Потому что на то есть причины, к сожалению, но они и есть. Да, мы понимаем, что они живут бедно, из-за этого преступность. Но скажу вам, что здесь в Америке раздувается и вообще по миру раздувается, что слишком большая расовая проблема. Ее здесь нет. Такой большой, как раздувает, ее здесь нет. Просто вопрос в другом. Кто хочет работать, а кто не хочет работать. В основном чернокожее население сидит на вафре или получает социальную помощь. И это тоже правда. Не оправдываю то, что произошло. Но мы видим, кто принимает участие в этих протестах. громят магазины, избивают людей, убивают людей, грабят. Лутис, это мародеры, после них огромный ущерб, сожженные машины. И это так. И мы это видим по всему миру. Интересно также то, что перед выборами это происходит. То есть, я вижу тоже здесь искусственную руку, но больше то, чтобы столкнуть население друг с другом здесь в Америке и провести гражданскую войну. Вот цель. Вот главная цель. Привести гражданскую войну. Америка должна быть расшатана. Америка должна потерять свое влияние в этом мире. И Бог это попустит. Я также знаю, что многие наши люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, будут погибать эту страну в свое время. Потому что ситуация в этой стране будет ужасающей. Нам не нужно бояться. Мы живем, слава Богу, на сегодняшний день. Но ситуация будет усложняться. Я не хотел бы, чтобы то, что вы сейчас от меня слышите, приняли как бы во внимание и вот схватились за голову «Я не пророк». Каждый из нас должен молиться. Если надо, Господь поведет нас или возвратит, или даже здесь оставит, ибо и здесь, и в этой стране у Господа есть места, где Он будет хранить. Хранить свой народ, если надо, если в этом уволят. Просто Господь использует эту ситуацию также для того, чтобы немножко встряхнуть свой народ. Я уже сказал, что многие приехали в эту страну, никакие не беженцы, и никто их не гнал, даже как христиан, бывшие в Советском Союзе. Но многие приехали в эту страну ради материального благополучия. И в принципе, я с одной стороны нормально отношусь, если человек имеет возможность воспользоваться лучшим. Ну почему нет? Но тогда не нужно говорить, что кто-то беженец, если он не беженец. Это нормально. Я имею возможность лучше жить, зарабатывать. Это нормально. Бог не запрещает. Только обманывать не надо, что все были беженцами, или всех притесняли, всех увольнялись с работы. Да, многих, но не всех. Поэтому Бог, Он это все знает. И Бог будет использовать эту ситуацию. Наказание Америки, Бог будет попускать. В принципе, и здесь благословение есть, чтобы страхнуть многих из нас, что все же мы вспомнили, что мы странники и пришельцы на этой земле. И вот похороны Флойда в золотом гробу, карета, белые лошади. Да, жаль, что он умер, но у него было семь фалонис. Фалонис это серьезное преступление. Однажды в вооруженном граблении он взял заложницу и женщину беременную. то есть это человек, который действительно был преступник. Это не оправдывает вот то жесткое задержание, которое произвел тот полицейский. Конечно же нет. Но то, что сегодня происходит, то, что люди закрывают глаза, встают на колени, вместо того, чтобы встать на колени перед Богом и покаяться перед Богом, они говорят, как мы любим черных людей. Мы должны всех любить. Всех. Но проблема в другом, что много людей, как белых, так и черных, много злых людей. И это не решит этот вопрос. Не решит, но приведет еще к большей конфронтации. Почему? Потому что как у арабов вот эта ненависть к евреям только потому, что они евреи. у многих черных людей ненависть внутри к белым людям только потому, что те черные, а вот мы или кто-то другой белые. Но это так, это правда, я хочу быть честен и откровенен. Эта проблема, она серьезная здесь. Я не знаю, как она решается. Я знаю, только через покаяние. Поэтому много людей из чернокожего населения, они верующие, очень хорошие люди. Но большей части, к сожалению, не проблема. Так же, как и среди белых людей, те, которые не знают Иисуса Христа. Эта проблема мы видим, искусственно сталкивается. Почему? Потому, что Антихристу нужно разрушение этой страны. И Бог допустит, что это произошло. Когда Америка потеряет свое влияние и сил, тогда на горизонте выйдет Россия. Да, мы знаем о Китае, но я сейчас не хотел бы говорить о Красном Драконе. Я не хотел бы говорить о России. Но это будут дни ужаса для Израиля, когда Израиль увидит, что все, у Израиля нету больше друга. На сегодняшний день практически на Турк-Америке и свои военные мощи поддерживают Израиль. Но я вижу два сценария. И больше я склоняюсь к тому, что Америка просто из-за всех этих потрясений, которые еще больше будут впереди, она не сможет больше поддерживать Израиль. Либо здесь поменяется власть. В любом случае, ну, не сможет. Тогда Израиля охватит ужас. Почему? Потому что Россия будет вести еще немало войн. Мы видим эту проблему сейчас между Турцией, кстати, и Грецией. Наверное, вы уже слышали. И многие православные люди говорят о войне между Турцией и Грецией и вмешательства России на стороне Греции. Грехи православные, Россия тоже православная. Я хочу сказать другое, что православные дорогие наши друзья, я хочу просто напомнить, что мы не можем, как христиане, если вы христиане, если я христианин, не можем жить национальной плотской гордой принадлежности и на черное говорить белое и наоборот. Россия ГОК и Россия себя еще покажет и уже давно показала, раздирая властвую древний принцип империи. Я раньше говорил, у нас есть видео по поводу столкновения военного столкновения между Россией и Турцией и это не избежать. Я вижу это в Священном Писании, война будет. Греция и Турция это страны НАТО. Но интересно, когда Иезекиил говорит о ГОГе, там причисляются многие народы и там знаете, какой еще народ? Яван Явами на иврите это Греция, это греки. кто-то считает, что ГОГ Турция, вы ошибаетесь. Греки никогда не пойдут под предводительством турков, это враги. А вот за Россией пойдут и не только греки, и не только побежденные турки, но многие-многие народы, потому что Россия должна очень сильно укрепиться. А чтобы Россия укрепилась, Америка должна потерять свое леяние. И это то, что мы видим сейчас. Оно все к этому и ведет. Но все же хочу вернуться к ситуации, которая происходит сегодня в стране. В четверг были похороны. Флойда, я уже сказал, как его хоронили в золотом гробу, да, приходили известные люди, вставали на колени. Да, практически человека убили. Он почему-то все забывает, что у него было семь страшных, тяжелейших преступлений. И вот эта искусственная доброта, вот эта искусственная улыбка, вот эта искусственная в кавычках ложная любовь, вот эти даже лозунги Black Lives Matter, черные жизни имеют значение, а что желтые жизни или белой жизни не имеют значения. Вот мы видим вот эту борьбу, которая насаждалась и насаждается между людьми. И это делается все специально. Флойд, который стал неожиданно, стал героем. Практически богатейшие люди, в основном из черного населения, спортсмены, музыканты, там, известные люди, огромные средства, миллионы долларов переводят, десятки миллионов долларов на организации, якобы, которые борются с расизмом. Хорошо это звучит, но мы знаем, к чему это все приведет. То же самое произошло в ЮАР. Если вы знали, какая это была страна, несмотря на то, что там был режим, как его называли, апартеида, который обвиняли в ненависти к черному населению, хотя это неправда, да, там были свои моменты, с чем я, конечно же, не согласен, но в стране был порядок, и в стране было, если вы хотите, несмотря на все это, все же была демократия, хоть я так не люблю это слово, но после того, как пришли к власти черные, эта страна, ну, в основном белые, очень много белых, они уехали, они покинули эту страну, эта страна стала суперкриминальной, никакого порядка, это сегодня в ЮАР, ЮАР, которая при вот этом правительстве черном, которая стала поддерживать палестинцев, в своей ненависти к Израилю, я не знаю, если вы следите за новостями, но очень сильно ненависть к Израилю, и за это тоже Бог будет наказывать, вот даже статья над портретом Флойда украшает главные страницы сайтов, передавицы газеты и футболки активистов, теперь его вспоминают исключительно как заботливого отца, любящего мужа, отличного друга, хотя при жизни вот Чеордж Флойд был неоднократно судим, в том числе за преступления, связанные с наркотиками, а также за вооруженное ограбление, во время которого он прижимал пистолет в животу беременной женщины, то, что я вам уже сказал, пока подельники грабили ее до, и даже в последний момент своей жизни Флойд был под метамфетамином, вот так, я за то, чтобы была справедливость, за то, чтобы освещали правду, но видно, что это используется в своих целях, пропаганда, в политике, в борьбе за власть, и вот сегодня в Америке, но, к сожалению, это приведет все к к разрушению этой страны, хотя, что должно быть, оно будет, и да будет воля Божия, и мы должны быть готовы к этому, особенно Церковь Божия, христиане, которые живут вот в этой стране, в Америке. Смотрите, еще такая статья, правда, немножко сарказм, который день, самая мучная держава планеты, прощается с одним из лучших своих сынов, так не хоронят даже президентов, золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи калинопреклоненных идиотов, я прошу прощения, на это так, в статье, просят прощения у черного населения некоторых штатов, мэр Миннеаполиса, кстати, активист LGBT, гомосексуалистов, уцепившись руками за гроб, чтобы не упасть от горя, с телом достойнейшего из достойных граждан Америки льет крокодилии слезы и сопли, тот мэр, который ненавидит христиан, ненавидит Иисуса Христа, рыдания его прерываются криками прости, захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его шесть лет назад, когда он бросил ее с трехмесячной дочкой, денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильц, а посему сердобольные американцы собрали ей семиру по нитке 20 миллионов долларов и деньги продолжают поступать, вот так, друзья, вот так, братья и сестры это происходит. Действительно, кого Господь хочет наказать, Он забирает разум, и самая большая проблема, что многие американские христиане также в этом участвуют. Массачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умело ли от всей ученый муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего, нет. Тюрмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то не ровен час Нобелевскую премию приименует во Флойдовскую. Я не злорадствую, я уже сказал. Это жестокое задержание и даже в какой-то мере убийство, правда, непреднамеренно вот этого человека. Но надо смотреть честно на эти события. Я сказал, что все это используется. Есть цель расшатать эту страну, ввести ее в конфликт между населением, привести гражданской войне и просто ее погубить. И Бог это попустит. Почему? Потому что должны свершиться пророчества. Это последнее время, в которое мы живем. Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооруженные разбои. Пошел после на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21 век. И это также показывает духовное состояние в этой стране. Для меня это не новое. Я уже сказал, что за 21 год мы много кого прошли, много что видели. И мы понимаем, что, к сожалению, население народа, страны, тот, который не знает Иисуса Христа Господа, к сожалению, не хочет обращаться. Поэтому наказание, оно неизбежно. Я хочу еще раз напомнить всем, кто злорадствует насчет Америки, особенно так называемые православные христиане. Я не о всех говорю. Не злорадствуйте, но лучше плачь о себе. Потому что в основном через все эти комментарии, которые приходят, видно, что вы нерожденные свышехристиане. И никакого отношения к Господу Иисусу Христу вы не имеете. А значит, вы не имеете спасения. Я не Бог, конечно же. Только Бог знает. Но так, как вы ведете себя, так, как вы рассуждаете, говорит о многом, а именно о том, что вы не христиане. Это не только среди православных людей. И среди баптистов есть невозрожденные. И среди пятидесятников тоже есть невозрожденные. Далее кандидат президента Соединенных Штатов Джо Байден с тяжелой формой старческой деменции сегодня тоже пал на колени. Стать сам, правда, не смог. Понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей святого Флойда это не спутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничьим на колени. Не вопрос на колени. Мордой я даже не буду читать это статья, там некоторые слова, но это то, что мы видим сегодня. И вот эта дискуссия о реформе полиции в городе Миннеаполисе вообще хотят отменить и создать совершенно другие органы так называемого правопорядка, то есть социальной службы и просто не будут выезжать там, где проблемы, но я не могу понять, как это произойдет в этой стране, как это будет работать. Вы знаете, насколько преступность увеличится, тем более она сегодня не маленькая и в Миннеаполисе. Ну, Миннеаполисе это как бы город, здесь в Америке система немножко другая, то есть каждый район имеет статус города, поэтому в Миннеаполисе полиции может не быть, а вот проехал 5-10 минут, там уже другой район, другой город, там полиция может быть. Но если взять только Миннеаполис, то понятно, что будут страшные проблемы. Но человека могут, ну, если не будет полиция, вы представляете? То есть это очень похоже на вот те даже футуристические фильмы, и мы говорили, что в фильмах, в мультфильмах во многом заложена вот эта информация, которая идет, фантастические фильмы, это не просто так. То есть дьявол, он дает информацию своим служителям, и они это проявляют через вот разные фильмы, мультфильмы, через разные события, через разные представления, открытия. Вот мы одно из последних видео мы говорили об Олимпиаде в Лондоне, но вопрос не только в этой Олимпиаде в Лондоне, практически всегда вот эти представления, эти показы, они проводят, они это провозглашают тоже в духовный мир для того, чтобы это совершалось. Но понятно, что все равно совершили за то, что Бог допустит, и Бог все контролирует, но они знают, как воевать в духовной войне, а вот многие из наших христиан не знают, поэтому много прожейте, хотя если мы церковь, мы уже победили, но мы должны стать частью церкви, а для этого нужно работать и в своей персональной жизни, и прилагать усилия, да, особенно в это последнее время. И я не скучаю, что вот в Миннеаполисе полицию реформируют, будет какой-то другой орган или даже органы, но это все делается для этого, это из одного, это из той же схемы, как вот постоянно муссируется за последнее, вот я сколько здесь жилу, вот изъятие оружия от населения, хотя здесь оружейные компании, они имеют лоббистов и в Сенате, это огромные деньги, и американцы конечно же просто так оружие не отдадут, и мы об этом говорили, но делается это все специально для того, чтобы опять-таки привести к гражданскому противостоянию и до вооруженному противостоянию, и это скоро будет, к сожалению. Да, есть много проблем в американской полиции, есть много несправедливости, и это тоже есть, и к сожалению, сегодняшние молодые полицейские это не те многие полицейские, которые были ранее, которые имели достоинство. Сегодня многие полицейские молодые насмотрели всех этих боевиков и увидели, как хорошо быть полицейским, вот столько власти, да, американские полицейские имеют немалую власть, да, вот популярно стать полицейским, носить оружие, да, и вот многие действительно нехорошие люди стали полицейскими сегодня, да, есть проблемы, есть проблемы, и да, нужна реформа, но не то, что мы видим сегодня, а что мы видим сегодня, а именно то, что искусственно разрушается эта страна. Почему? Потому что должны исполниться последние пророчества Священного Писания. Читая о полиции, о реформе полиции в Миннеаполисе, муниципальный совет города Миннеаполис заявил о намерении расформировать городскую полицию после того, как ее сотрудник убил при содержании афроамериканца Джорджа Флойд. Такое решение было озвучено в связи с волной протестов, захлестнувших Соединенные Штаты после убийства Флойд, а также на фоне набирающей популярность леволиберальной инициативы по созданию некоего нового гражданского органа по поддержанию порядка вместо российской, как они говорят, и консервативной полицейской системы. Ну вот, такие новости. И мы видим, что Америка все больше и больше скатывается в пропасть. Она себя сама разрушает. Но, значит, такова воля Божия. К сожалению, все извратилось. Но пока мы здесь живем, пока я здесь живу, я буду молиться за эту страну. Пока я здесь живу, я буду продолжать проповедовать Евангелие в этой стране всем. и русскоязычным, и евреям, и неевреям, и англоязычным. Всем. И Бог это знает. Поэтому также есть хорошая новость. Я на следующей неделе, или вернее наша миссия, мы возвращаемся к миссионерскому служению в других штатах, в других городах. И наш первый трип запланирован, если воля Божия, буду жив-здоров. Это штат Оклахома, город Толса, одноневная иммунизация. также, если воля Божия, через две недели мы будем во Флориде. У нас намечается евангелизация в районе Нортпорт или Сарасота. Но я буду в нескольких городах. Я там буду немножко больше дней, если воля Божия, и в Джексонвилл, я буду и в Тампа, да, и я буду находиться в районе Нортпорт. Пожалуйста, молитесь. Почему? Потому что дальше у нас служение и в Бойсе, это штат Айдахо, и Северной Каролине, да, то есть мы возвращаемся, и для нас это большое вдохновение от Господа. Пока еще есть время, пока еще все же эти события, они, ну вот, кто-то скажет, ну, успокаиваются же, вроде успокаиваются, но перед великой бурей, перед великим взрывом. Бог еще даст немного благодать, поэтому она есть, мы хотим использовать, и сколько сможем, столько будем напоминать добрую весть о Господе Боге нашем, Иисусе Христе. Ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь, вечную. Конечно, совершается все то, что Бог сказал в Священном Писании. Пусть Бог нам поможет остаться верными, тогда с Господь нам милости и мудрости, чтобы мы продолжали созерцать Божию красоту и приложили усилия, и чтобы мы продолжали жить в освящении. Еще раз огромное вам благодарение, братья и сестры, за всю вашу молитвную поддержку, за материальную поддержку. Мы благодарим вас. Если вы живете вот в этих городах, которые я назвал на ближайший месяц, если воля Божия, и даже на ближайшие два месяца упустил, будем так же и в Денвере, в штате Колорадо, в середине июля, у нас однодневная мукулизация, я буду так же принимать участие в служении в церквях города Денвера. Если вы живете в этих городах, вы можете связаться с нами. Если вы захотите принять участие в уличном благоистии, то мы будем рады, рады участвовать вместе с вами. Так же для тех, кто не знает Иисуса Христа. Иисус любит вас. Он Господь. И этим все сказано. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Я вам не могу дать веру. Это только Бог может вам дать веру. Но вера от слышания от слышания от Слово Божьего. Читайте Священное Писание. Читайте Новый Завет. Это милость Божия. В противном случае, если вы не уверуете в Господа Иисуса Христа, ваша душа, к сожалению, погибнет. Но Господь любит вас. Поэтому, пожалуйста, откройте ваши сердца и примите это серьезно то, что и я говорю вам сегодня. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы прочитать филиппийцам. Четвертая глава 104 стиха. Постальник филиппийцам. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. Ну и еще восьмой стих прочитаю. Наконец, братья мои, что только истинное, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Но центральный стих, ключевой. Это шестой стих. Еще раз прочитаю. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И седьмой стих. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваших помышлений вашего Христе Иисусе. Амин. Помолимся. Отец мой, благодарны тебе за Иисуса Христа, Сына твоего единородного Господа нашим, Спасителем и Скупителем. За надежду, которую мы имеем и радость, Господь. За этот день, что сохранил нашу жизнь. Это милость твоя. За то, что, Господь, мы могли сегодня читать слово твое и молиться, и делиться твоей доброй вещью с людьми, с которыми мы сегодня соприкасались. Ты благословил нас сегодня, Господь. Это чудесно, что мы помнили, что каждый новый день, когда ты сохраняешь наши жизни, не для нас, но во славу твою, потому помоги нам, помните, когда мы будем это совершать, чтобы твое имя прославлялось и возвеличилось, тогда и наша жизнь будет благословена. Помоги нам оставаться благодарными, как уже прочитали, когда ты вложил это слово Павлу, Господь, когда он писал, Господь, о мире, о твоем мире, о твоем шабате, вечном покое, который в наших сердцах, о Христе Иисусе. Помоги нам быть благодарными, особенно за спасение, за которое мы тебя благодарим. Господи, мы молимся за Америку. Мы говорили сегодня, рассуждали по поводу всех этих событий, связанных с эпидемией, Господь, только ты знаешь, что это такое с событиями протестов, Господь, и то, что сейчас Господь извращает на черное, говорят, белое, и какое-то безумие, Господи, Господи, видно, Господи, я молюсь, чтобы, Господь, милость, твоя благодать была и в этой ситуации, хотя видна искусственная рука и организация, Господь, для того, чтобы привести смуту, Господь, привести хаос и разрушить эту страну. Но то, что ты решил, Господь, обязательно совершится, но нам помоги остаться верными в любой ситуации. Но молимся за Америку. В это последнее время, Господь, не ожидая, Господь, ревайвал, ценить и одну душу, Господь, потому что время последний, наоборот, ты сказал, что в последние дни ситуация еще больше усложнится. Молюсь за братьев-визитер, за церкви, Господь, за пасторов, просто за нас, Господь, за народ Твой. Молюсь, и не только в этой стране, но по всему миру. Благослови, Господь, дай мудрости. Молюсь за миссионерское служение. Господи, помоги нам осознать, насколько оно важно, особенно в это последнее время, Господи, и особенно там, где еще все-таки гонений нет, чтобы использовали эту возможность для проповедии в Англии. И да, в Америке здесь еще этих гонений нет. Помоги нам это осознать, Господи, и полюбить людей, ибо без Тебя никто не может спастись. Но молюсь за все страны, за все народы, за миссионерское служение по всей краине, Господь, а также, Господь, за Израиль, первенство Твоего, молюсь и прошу о милости покаяния. За наши семьи, за наши дома, с теми проблемами, которые мы имеем, переживаниями, много разных проблем у народа Твоего, Господь, и да, и много согрешений, к сожалению. Прости мне мои согрешения, прости, Господь, и да будет, Господь, Твоя милость с нами, и кровь Твоя, да, очищает нас от всякого греха, от всякой неправды, когда мы исповедуемся, и да, сохранит она нас в этой духовной войне от атак лукавого. Но да, сделает еще сильнее нас, что мы проходили через верность и святость и побеждали, Господи, и побеждали врага душ человеческих. Не своей силы, она у нас не имеется, но Твоей силы через святость и верность. Вот эти две характеристики, Господи, за наших деток молимся, Господи, благослови, спаси, кто в болезни, Господь, помоги, воля Твоя исцели, но как бы ни было, Господи, смири, и все равно поклонимся даже те, кто в болезни. Господи милосердный, Господи милосердный, помоги оставаться благодарными, Господи, выйди навстречу, кто в уныне, напомни, Господи, о Твоих великих чудесах, чтобы не боялись и не страшились, Господи, ибо Ты все держи под контролем, и Ты царствуешь. А за все да будет, Господь, Тебе слава веки веков. Да, Господь. Мы сегодня говорили и о ситуации, которая произошла в этой стране. Да, Господь, мы видим, что много что спланировано, и оно идет, в принципе, своим чередом. Ты все контролируешь, как мы знаем, Господь. И я молюсь, Господь, за тех, кто, может быть, впал в обольщение, и Господь, может быть, не понимает. Выведи, Господь, открой глаза. И особенно среди нашего народа, христианского народа, Господи, помоги видеть, помоги увидеть, чтобы, Господь, особенно в это время, мы больше задумались о поправлении светильников, о покаянии, Господи, о том, чтобы стать и быть Твоими верными свидетелями. потому, Господи, да будет Тебе слава во веки веков, Бог Авраама, Ицхак и Якова. Аллилуйя. Амин. Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилуй Тебя. Да обратит Господь, светлым лицом Своим на Тебя, и даст Тебе шилом, и даст Тебе шилом, и даст Тебе мир. Во имя Иши, Господа нашего. И даст каждый народ Божий. Амин. Благословение народу Божьему. Вы на канале Евангелия в последнее время. И с вами был Ик, Шабаш шилом, и Господь позволит. До следующего эфира. Благословение.